утро мы проснулись позавтракали и попрощались с удивительным тангале здесь было хорошо но надо было двигаться дальше после пяти дней пребывания тангале мы решили двигаться дальше следующая наша остановка должна стать мириса и расположена рядом с ней велигама по дороге мириса у нас остановка это самая южная часть цейлона где располагаются вроде как живописный маяк и пляж надеюсь что нам понравится и место это нам действительно понравилось сами посмотрите какой здесь пейзаж я надеюсь фотография получится я еще не сильно налочилась на инстаксе но уже что-то проявляется это всегда волнительный момент правильно ли ты поставил на стройке мы успели доехать до мириса и заселиться в гест-хаусе прогуляться по главному пляже курорта добро пожаловать на отчаянную дегустацию за 1180 рупий в мирисе спонсором это этого ролика выступает магазин food city привычный нам зеленый чай наконец-то видишь крупные листья и цветки жасмина мне кажется я многовато пухнула заварки но он очень вкусно это не совсем труха здесь намного больше чайные листья черный чай но очень мягкий это труха вкусно чай пахнет но как чай но в орелии мы тоже были недалеко от нее чайную плантацию посетили можете посмотреть по этой ссылочке наш ролик о том как мы собирали часть собственными руками и смотрели как же его производят на чайной фабрике я не вижу когда эти чаинки попадают в рот и мешают снимать чай мне кажется немного крепче чем в орелии оранж пето это более больше каркаты в нем но такой приятный странно вроде вода идентичная на вкус к этому кислинка и самый не очень понравившийся чай из всех что мы сегодня попробовали топчиком естественно является зеленый чай и мы рекомендуем заваривать не так уж много чайных листьев чтобы он был и насыщенным и очень легким а по поводу черного чая мы не профессионалы он нам показался одинаковым все чаи мы пришли к выводу что немножко лимончика или конечку и самое то мы рекомендуем брать этот чай для личного ознакомления и на подарки своим близким друзьям родителям здесь есть крупный средний и мелкий лист на следующий день по традиции мы отправились в местную гавань и 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 нашими задачами было найти креветок и лобстера и если с первым пунктом мы справились в мирисе то за лобстером нам пришлось ехать в велигаму лично мне кажется это невероятным но шри-ланка показывает что возможно все милиса довольно большой город очень популярный курорт на побережье и там довольно таки большой фиш-маркет целая гавань но там нету лобстеров нам там сказали что приезжайте за лобстерами велигаму небольшую деревушку чисто для серперов и там вы найдете потому что лобстеры очень дорогие я у меня это в голове не укладывается честно но мы приехали в велигаму и здесь даже за въезд за вход не надо платить фиш-маркет у дороги находится и есть и лобстеры и большие креветки и даже живой краб который пытается выбраться сейчас из своей коробки 5000 рупий обошелся нам лобстер но он не живой а замороженный к сожалению живое тут стоит еще дороже мы надеемся честно что он будет вкусным что мы сделали правильное дело купив его если что мы будем рекомендовать эту точку в дальнейших видео так что следите за нашими выпусками подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик чтобы получать оповещение после столь удачной покупки мы отправились по пляжицу медиху это огромное местечко недалеко от мерисы вообще вся наша подводная съемка накрылась из-за сильного течения и чаще мы снимали вот так мы зашли в заведение которое нас прогнали когда мы припарковались на обочине дороги сказали заезжайте сюда там бесплатная парковка заведение выглядит очень сильно называется она дом доктора видимо здесь раньше в колониальном старом доме жил доктор местного поселка вот жил скажу вам неплохо потому что домик такой большой просторный интересный его они стали прям восстанавливать реконструировать ставили в таком подробном виде но это придет сейчас ему определенного шарма напоминает какие-то руин пабы здесь есть и барбершоп и магазин сувениров и бары и пицца и еще бары еще что-то для серфинга можно арендовать большая зеленая площадка много столиков летней площадке в общем очень приятное впечатление производят очень улыбчивый персонал об улыбках местных я уже начинаю забывать тут на побережье потому что как-то более угрюмые люди тут смотрят на себя больше как на средства достижение денег а не как на человека прогулявшись вечером у океана мы поехали готовить нашу морскую добычу нам разрезали лобстера пополам и первая часть была первая половина была экспериментальной потому что никто никогда его не ел в ресторанах тоже мы еще пока не шоковали подобным блюдом и приготовили его самостоятельно у нас есть вторая половинка и хотим показать наш рецепт который оказался очень даже вкусным мы купили новозеландское масло соленое есть не соленые соленые и она оказалась потрясающим я даже не думала что она может быть таким вкусом добавили к растительному и сливочному маслу соевый соус чеснок она немножко должна дать свой запах и аромат протушиться и дальше уже добавляем лобстера владелец фишпоинта у которого мы брали как у дилера лобстера сказала что лучше всего его готовить на гриле но у нас нет такой возможности мангала тоже не имеется на территории поэтому мы готовим его в такой уютной кастрюльке потому что в сковородку бы он не поместился он сказал нормально все приготовится и еще сказал что за 6000 рупий он сможет приготовить живого нам мы оделили ножки у лобстера я посмотрела на одном youtube канале говорят что лучше их протушить 30 секунд и этого будет достаточно с двух сторон чтобы они хорошо покраснели поэтому эта часть морализонского балета приготовиться очень быстро ах ты боже мой красота то какая вот так каждую ночь умерись шри-ланка майя талант следующим утром мы проснулись очень рано и снова отправились в местную гавань но в этот раз не за покупкой морепродуктов в этот день мы подарили родителям возможность увидеть китов о подобных экскурсиях мы уже рассказывали в предыдущих видео так что сегодня не будем заострять на них внимание вот это кадр Я надеюсь, что я или хотя бы Кирилл, или хотя бы моя мама смогли его зауснять, но хочется намного больше. И где? Где дельфины? Где черепахи? Где вы? Где все? Ого! Это что? Акулова китовая. Китовая акула. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ребята, хотя бы это... Это китовая акула. Честно признаться, я был довольно скопичен насчет этого сафари за китами. На всех видео, что мы смотрели, и фотографиях, был виден только спина или хвост. Это казалось настолько маленьким и несущественным, что не стоит этих денег, которые вы платите за сафари. Но, признаюсь, я был не прав, это настолько захватывающе. И даже сам процесс выслеживания, где же он появится, когда он появляется, столько эмоций, столько радости, весь корабль бежит с одной стороны на другую. Фонтанчики воды эти... Правда, интересные чувства. Очень круто увидеть хотя бы частичку, ту же спину этого великого создания. Бонусом для нас стала китовая акула. Сейчас, я думаю, только о том, сумели ли мы заснять хоть что-то из того, что мы видели. Потому что камера дрожала, руки дрожали, на волнах лодка качается. Что я пытаюсь сказать, это то, что даже несмотря на то, что билет стоит в два раза больше, чем для местных, мне кажется, если у вас есть деньги и время, и желание, то это стоит того, чтобы отправиться и посмотреть на морских гигантов. Однако с возвращением обратно в Гэстхаус возникли проблемы. Тук-тукеры решили, что, типа, с нас содрать деньги. Сказали, что трансфер обратный не включен в стоимость билета. Что, типа, лодка отплывала, короче, уже на другое место, блин, и невозможно еще решить, что за бред. Мы долго пытались разобраться с командой корабля, но в итоге они заявили нам... ...что они не причастны, что это только одну сторону, и, типа, разбирайтесь с тем, у кого купили билет. Ребята, итак, берете, блин, по 200 рупий с человека за тук-тук один, когда цена сюда доехать 100 рупий, блин. То есть 800 рупий — это только в одну сторону, серьезно? Идите нахер. История с тем, чтобы добраться обратно с пирса в отель, закончилась тем, что я пешком дошел до отеля, взял машину и привез родителей Ниташу обратно. Попутно я зашел в то место, где мы брали билет, и объяснил ситуацию, и мне в итоге вернули 500 рупий. Выглядел он, в принципе, довольно искренне при этом, так что я не буду говорить за его честность, но скажу вам выводы, которые мы сделали в виде рекомендаций вам. Когда вы будете на Шри-Ланке, да и в любой другой азиатской стране, смиритесь с тем, что вас будут дурить. Но наша туристическая задача — это минимизировать свои потери. Цену для местов вы не получите никогда, но постарайтесь сбить цену максимально. Например, предлагаю 9000 рупий за поездку за Китами, мы заплатили 6500. Или вы могли бы, например, взять свой тук-тук и отправиться туда и обратно, договориться с водителем. Это бы обошлось вам тоже не в 800 рупий. Так что спрашивайте цену без трансфера, например. Постарайтесь сбивать ее максимально. 200 рупий, я уверен, что дерут с каждого человека за трансфер. Так что спросите ненавязчивую цену с трансфером, без него. И потом согласитесь на цену без него и договоритесь с каким-то тук-туком, чтобы он приехал в назначенное время, забрал вас за меньшие деньги. Ну а вечером главный пляж Мерисы преобразился. Все пришли сюда, чтобы отпраздновать католическое Рождество. 24 декабря, Сочельник, католическое Рождество. Европейцы и американцы медленно шатаются, вроде бы веселятся. Местные глазеют на них, как в обезьяннике как будто находятся. Но по сравнению с Таиландом это еще унылая вещь. А фейерверк о чем говорить? Пару выхлопов и ни о чем. Сочельник, католическое Рождество.